Есть феномен Маска, Илон Маск, который заявляет о том, что он запускает больше космических кораблей, чем весь Роскосмос, который обещает скоро послать человека на Марс. Что это за феномен? И насколько действительно вся эта область может быть капитализирована? Ну, хорошо, вопрос такой многосложный, на самом деле, у вас. Начну с господина Маска, и считаю, что он достоин того, чтобы отметить в этой передаче. Он, безусловно, очень талантливый инженер и замечательный пиарщик. Он умеет представить товар лицом, сделать такую конфетку из того, что... Ну, в общем, сделать конфетку, короче. Значит, но надо сказать, что... Да, надо сказать, что надо отделять зерна от плевел. Но, если вы посмотрите, по какой цене Маск продает Фалконы Пентагону, и за сколько он выходит на рынок, то вы увидите чистый демпинг. На рынке, для того, чтобы выдавить Россию с этого рынка, он продает пуски от 40 до 50, иногда от 50 до 60 миллионов долларов. Но от Пентагона он получает в среднем примерно 150 миллионов за каждый пуск. То есть, понимаете, ему доплачивают для того, чтобы он выходил на рынок с дешевым продуктом, и, конечно, Россия не может конкурировать. Мы же не можем от нашего Министерства обороны требовать в 3, в 4, в 5 раз дороже цену за пуск в интересах нашей национальной безопасности.